День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Мимо пьедестала двое из трех рязанских байдарочников завершили выступление на Олимпиаде. Дружба Де Юре. Рязанский медуниверситет и СМ-клиника оформили соглашение о сотрудничестве. Самое дорогое. Инспекторы ГИБДД проверяют наличие детских автокресел. На Олимпиаде в Токио рязанский байдарочник Евгений Луканцов в итоговом протоколе индивидуальной гонки на 200 метров остановился на 12-й позиции. Олег Гусев, напомним, выбыл в четвертьфинале. В полуфинальном заплыве от заветной четверки, попадающий в финал, Евгений Луканцов отстал всего на 122 тысячных секунды. Видимо, расстроился очень сильно и в утешительном раунде за 9-е и 16-е места фотофиниш отправил его снова мимо тройки. В итоге Евгений 12-й. Его слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России. Выступил не так, как хотелось. Был готов лучше. Но не получилось. В итоге 12-е место в последнем в истории Олимпийских игр заезде мужских байдарок-одиночек на 200 метров. Конкуренция была колоссальная. От ряда стран по два ведущих спортсмена. Теперь нужно немного отдохнуть, посоветоваться с тренером. После этого уже буду думать, пересаживаться ли в двойку или в четверку. Но мыслей по этому поводу пока нет. Заслуженный тренер России Владимир Тебенихин считает, что в финальных заездах Евгению Луканцову просто не повезло. Где-то попал в водную ловушку, где-то неудачно выбрал момент старта. Ну а в целом, видимо, слишком много сил потратил рязанец в квалификации. В любом случае, разбор полетов после Олимпиады. Еще один представитель Рязанской области Анастасия Долгова в квалификации байдарок-четверок выступит 6 августа. По московскому времени практически ночью. Впрочем, поклонников Гребли это остановить не должно. Болеем за наших. СМ-клиника и Рязанский медицинский университет наподписали соглашение о сотрудничестве. Многопрофильный медицинский холдинг СМ-клиника за свою многолетнюю деятельность приобрел множество партнеров, с которыми ведется плодотворное сотрудничество. Среди них теперь и Рязанский вуз. Основными направлениями партнерства обозначены разработка и реализация совместных образовательных программ. Организация проведения семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий. Но не только. В рамках клиники мы будем говорить об этике, диантологии, воспитании современного врача. Как это делать нужно. И это действительно нужно делать в тех условиях, когда хочется работать. И хочется учиться. Потому что, конечно, красивая клиника, прекрасная база. Это и мотивирует, и способствует развитию. Теперь в университете специалисты СМ-клиника смогут проходить обучение и повышать квалификацию. Принимать участие в научных мероприятиях учебного заведения, получать аккредитацию в аккредитационно-симуляционном центре РязГМУ. Рязань – один из лучших вузов страны. И мы готовы с ним работать, и будем работать. Будем готовить кадры для нас и для всей страны. Рязанский медуниверситет широко известен в России и за рубежом, благодаря его ученым и выпускникам, подготовленные в стенах. Университеты специалисты работают сегодня во многих странах мира. Это сотрудничество клиники и вуза открывает перспективы для обеих сторон. Для нас сотрудничество с крупным холдингом, большой, сильной клиникой – это интересно. Это перспективно с точки зрения подготовки кадров, развития преподавателей университета, развития наших ординаторов, студентов. И, конечно, мы видим большие горизонты сотрудничества и в рамках практического здравоохранения, и в научном плане. Уверен, что у нас, в общем-то, все получится. Уже получается и будет еще интереснее и лучше. И хотя де-факто сотрудничество идет уже давно, закрепленная де-юре дружба теперь позволит производить взаимный обмен знаниями и методической информацией, а также будет способствовать совершенствованию учебного процесса, установлению и развитию образовательного взаимодействия между Рязанским государственным медуниверситетом и холдингом СМ-клиником. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Охотники за глухарями или отдел Следственного комитета по расследованию преступлений прошлых лет снова вышел на тропу войны. С Валерием Седовым сыщики поделились статистикой, «Она идет в рост» и рассказали о резонансных преступлениях прошлых лет. Нюансы, как говорится, решают. В одном из эпизодов убийцу, например, вышлили по отпечатку пальца на стеклышке. Следователь Вячеслав Барсуков рассказывает о деле давно минувших лет. Если быть точнее, об убийстве из лихих 90-х. Тогда у Рязани-1 повздорили двое мужчин. Одному из них аргументов не хватило. Он разбил бутылку и розочкой убил своего оппонента. На месте преступления, правда, оставил важную улику. В результате проведенных мероприятий был установлен отпечаток пальца на бутылке, которым орудие преступления было совершено. В последующем, при проведении мероприятий, следственных действий, удалось установить мужчину, который совершил это преступление. По тяжести доказательств мужчина осознался в совершенном преступлении, признал свою вину. Данное уголовное дело в отношении этого мужчины было направлено в суд. Отделение по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет за полгода раскрыло 11 преступлений, среди которых убийства, изнасилования и многое другое. Материалы переданы в суд, приняты процессуальные решения. Отдел этот занимается самыми резонансными и громкими преступлениями. В общей статистике количество раскрытых преступлений за полгода составляет уже 24. Среди них два убийства и изнасилования. Три уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, данные уголовные дела были направлены также в суд, но рассматривается сейчас в судебном порядке. Решение по данным преступлениям пока не принято. В сухих статистических данных кроется еще одно тяжелое преступление. Пять лет назад неизвестный совершил, выражаясь языком следствия, развратные действия в отношении 13-летней Рязанки. Девочка шла из школы домой, где ее и заприметил мужчина. Прошмугнул в подъезд и начал приставать. Но школьница сумела дать отпор. Спустя три с половиной года масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступника нашли. Им оказался ранее несудимый 23-летний Рязанец. Под давлением собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания. В настоящий момент в производстве отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет находится порядка 15 уголовных дел. Категория данных преступлений очень разная. Это нераскрытые резонансные убийства. Также серия совершенных преступлений половой неприкосновенности в отношении различной категории граждан, в том числе несовершеннолетних. Поэтому работа в этом направлении сейчас ведется и продолжается нашим отделением. Если о чем эта статистика и говорит, так это то, что наказание неотвратимо, независимо от давности совершения преступления. Да и не случайно именно это направление деятельности определено руководителем следственного управления среди приоритетных и на 2021 год. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прожиточный минимум пенсионеров сильно занижен, и большинство пожилых живут за чертой бедности. Средний размер пенсии по разным оценкам составляет 15-16 тысяч рублей. И это нужно срочно менять. Об этом журналистам заявили представители партии «Справедливая Россия за правду» на Всероссийской конференции. Анна Герцовская с основными тезисами. Пенсионная реформа – главная тема Всероссийской конференции партии «Справедливая Россия за правду». Председатель Рязанского регионального отделения Григорий Парсентьев заявил, что реформа не выдержала проверку временем. Бюджет от реформы по факту почти ничего не получил. Дотации пенсионного фонда, как были из госказны, так они и на данный момент осуществляются. Повышение пенсионного возраста привело к разрушению и поколенческих связей. Невозможность получения граждан старшего поколения работать, потому что работающие пенсионеры вообще выведены из системы фактически. Более того, как отметили «Справедливая Россия», в реальном выражении пенсии в первой половине года неуклонно сокращались. А та индексация пенсии, которая проводится сейчас, совершенно никак не зависит от реальной инфляции. «Мы прекрасно все с вами понимаем, что наши папы, мамы, бабушки и дедушки основную, скажем, трату бюджета осуществляют не на одежду и на питание, а основная трата у них – это медикаментозное обеспечение. Лекарства строят у каких-то уже космических денег, и с каждым днем они поднимаются в цене. Все заявления о том, что ведется мониторинг, введен контроль цен на обязательное лекарство – все это большая фикция». Главный выход из ситуации, по мнению «Справедливая Россия» – изменить федеральное законодательство. Партийцы уже внесли массу предложений. «Наши требования очень простые. Отменить пенсионную реформу в том виде, в котором она была проведена, вернуть пенсионный возраст 55 для женщин и 60 для мужчин, как это было, ликвидировать пенсионный фонд как инструмент работы с пенсионерами, потому что это та фактически организационная прокладка, которая на себя забирает ресурсы в миллиардах рублей в объемах страны, и эффективности работы по большому счету нет». Прямо во время конференции «Справедливая Россия» предложили удвоить пенсии, чтобы в среднем выходило больше 30 тысяч рублей, а также проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. В условиях пандемии пенсионерам сейчас приходится вдвойне непросто. «Мы и так выживаем на грани, скажем, баланса нашего государства. У нас уже там 140, возможно, даже еще меньше миллионов. Репродуктивная способность у страны падает, поскольку мы с вами взрослые люди, которые работаем, в принципе не понимаем, что у нас будет завтра. Количество рождаемых детей из-за этого падает. Взрослое население вымирает. Какой-либо внятной политики по улучшению демографии нет. То есть вот это все связано в один процесс. «Справедливая Россия» отметили увеличение смертности. В России настоящий демографический кризис. Так что самое время обратить внимание на пенсионеров, самую беззащитную прослойку населения. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники госавтоинспекции провели акцию под названием «Сохрани самое дорогое». Они напомнили водителям о том, что нужно пользоваться детскими автокреслами. И раздали наклейки. Следим за перевозкой детей. Я смотрю, у вас кресло установлено. Поэтому дарим вам такую небольшую наклеечку. Будьте внимательны и аккуратны. Первые минуты рейда и уже остановка. В автомобиле есть дети, правда, все в детских креслах и зафиксированы ремнями. Поэтому водитель, она же мать, получает наклейку как напоминание. Если бы кресло отсутствовало, выписали бы штраф в 3000 рублей. «Госавтоинспекция обращает внимание, что согласно требованиям правил дорожного движения, перевозка детей в возрасте до 12 лет должна осуществляться с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозка детей на заднем пассажирском сидении с использованием штатных ремней безопасности для детей в возрасте от 7 до 12 лет». Время акции выбрано не случайно. В последний месяц лета дети возвращаются с мест отдыха, а родители возят их от магазина учебников до магазина одежды. Автоинспектор напоминает, использовать автокресло для школьников нужно обязательно. За 7 месяцев 21-го в области уже зафиксировано 103 ДТП с пострадавшими детьми. В этих авариях травмы получили 119 школьников и дошкольников, четверо погибли. Весомый аргумент – в пользу безопасности. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова